Это коснусь все-таки, чуть-чуть раньше, чем мы пришли к этому мероприятию. В 2019 году выходит свет книга, когда цвела черепа, о затопленной деревне Уст-Илимским морем. Это деревня Тубак, родина моего мужа. Вот что сейчас рассказывали, это до того идентично, что Братским морем задоблено деревне, что Уст-Илимским морем. Это была беда, беда людей, живших тех, что их переселили. Сейчас много слышишь, вот разговариваешь я по этой теме, люди-то жалеют. И что напрасно все-таки было столько построено, ГЭСов затопили, благодать. Я вот отсюда хочу просто тоже слова людей, как бы оформлено прочитать. Веками приобретал крестьянин опыт работы на земле, любовь к ней. Поэтому страшно, больно и обидно, что так сложились обстоятельства, что согнали крестьянина с пойменных мест, разорили деревни. Разогнали деревни. Веками сложенный устои и крестьянский быт. Перерезали пуповину, которой народ хлебопашец был накрепко привязан к любимой земле. А без земли крестьянин хлебопашец, кормилиц России, болел и спивался. Украли родину. Затопили искусственными морями. Часто с болью и сердцем, в сердце и со слезами на глазах, вспоминая родные просторы. Мне никогда не пройтись по знакомым тропинкам. Не посидеть на крылечке родного дома. Никогда не упасть в душистые травы. Не обнять родной земли. Не попить сладкой, как мед. Прозрачной, как следа родниковой воды. Не показать детям и внукам, как колосится и как море волнуется рожь. Как косят травы, ставят зароды. Не передать детям опыта работы моих родителей, дедов, прадедов. Там, где я все это познал, научился любить, оставил свой след, шумит рукотворное Уст-Илимское море. Конечно, боль людей очень. Сейчас, вот почему собирают действительно, что вот это вот. Я начала, я бы сейчас, конечно, больше бы собрала. Это просто начала. Не опыта, ничего нет. Вот, следующая книга выйдет. Я, конечно, суеверный человек. Говорить я немного не буду. Дай Бог, чтобы там очень много исторического, там много стихов и все. Она как память не об одном селе Московское, а память обо всех селах. Их очень-очень веселый деревень вот осталась на дне этого моря. Вот, и еще что я могу... Ну, дай Бог, чтобы эта книга у нас вышла, презентация выйдет, мне выйдет презентация. Потом еще встретимся. Я хочу еще одну секретарь мне прочитать о деревнях затопленных. Называется «Что случилось». Замолчала кукушка. Вышел срок. Пойду полем, опушкой. Пройду след лесом, опушкой. Родных мест не узнать. Здесь, в соседней деревне, не сеют пшеницу. Бор пустой. Нет деревьев. Увезли за границу. И луга захирели. За развеевником. Что случилось с деревней? Что стряслось с мужиком? Нерентабельнее стало. Деревне забыть. Мужику что осталось? Только горькую пить. Нет деревни, где дружно и вольготно мы жили. ГЭС построили. Нужно. Благодать утопили. У калитки не зоря. Не березка грустит. Уст-Илимское море над деревней шумит. Ну дай Бог, чтобы у вас все получилось. Тоже все с этими. Спасибо. Спасибо всем. Я еще немножко добавлю. Потому что вы свои материалы собираете. Мы тоже собираем материалы деревни московской. И как по всем деревням, конечно, интересна дата создания самой деревни. У нас, к сожалению, документы, старинные документы, все находятся в Москве, в архиве древних актов. Именно в московском архиве древних актов можно найти, когда основаны деревни. В основном все братские деревни основаны в 17 веке. Но мы, поскольку не можем в Москву выбраться, мы можем, например, судить по описанию, по путешествию с Пафария, когда основаны деревни. А путешествовал он по Ангаре в 1675 году. И в этом году он указал деревню Бориски Московских. То есть Борис Московских, основатель вашей деревни. Откуда, почему Московских? Я вот предполагаю, может быть, мое предположение неверно, но поскольку я много читала о том, кого переселяли во второй половине 17 века сюда, в Сибирь, то я предполагаю, что это были московские стрельцы. То есть это были служилые. В книге о казачестве, по иркутскому казачеству, деревня Московских названа станицей. Казачьей. То есть это 19 век, станица казачья. Дальше тут вот уже прозвучало, что много лошадей разводили. Даже вот Иван Михайлович, когда мы встречались с ним, это было давным-давно уже, он говорил, что он называл вот место, где разводили в деревне лошадей, конезавод. Даже вот так, конезавод. Поэтому я вот, а еще интересен такой момент в вашей деревне. Те люди, которые стали известны, причем неизвестны не только в Братском районе, но и по всей стране. Вот в этом отношении меня заинтересовали три фигуры, которые вам, наверное, знакомы. Московских Алексей Степанович, вот до этого была фотография, урожение тела Московских, который доктор исторических наук был, и автор истории Сибири. Работал в Новосибирске. Автор шести монографий. Это урожение с древней Московской. Дальше. Маргарита Васильевна знает, что в фондах нашего музея хранится рукопись «Дубынинские индивидуалы и острожники». Автор и ее прокурор Братский, Московских Леонид Ефимович. Еще один писатель, и в то же время человек, который оставил свой след, написав о коллективизации вот эту рукопись. Она, правда, не издана, но она есть. Дальше. Вот здесь вот у меня фотография семейства Арсеневых. Петр Арсеневич, участник Первой мировой войны, у него была Екатерина, дочь. И Екатерина, она была вторым секретарем комсомола в Братском районе в 30-40-х годах. А у нее братья были Алексей и Михаил. Так вот, здесь вот они, братья, да? Один из них был директором Братской школы еще до затопления. Вернулся с войны офицер без ноги. Уехал в Иркутск, там стал профессором в пединституте, автором тоже многих монографий. Деканом. Деканом, да, факультета, филологического факультета университета. То есть, тоже, и у него дочь инженер-программист, а внук известный хирург в Иркутске. Дальше. Вот, вот эта фигура меня очень заинтересовала. Михаил Петрович Московский. Московский, правда, его фамилия сейчас у его детей пишется как московский. Так вот, сам он был полковник, он в Ставрополье, как говорил, военным училищем. Михаил Петрович Московский. Вот. А сын его, вот здесь вот у меня, дальше в фотографиях. Вот, вот, это Михаил, кто был своего дома, да? Да, да, да. Дальше, вот, вот оно. Он тоже военный, посвятил всю свою жизнь безопасности нашей армии, укреплению ее обороноспособностей. С 2000 по 2007 год он был замминистра обороны России, то есть замминистра обороны Иванова. В 2007 году он ушел в отставку, но он продолжает заниматься вопросами Министерства обороны. А кого зовут? Михаил Петрович. Михаил Петрович, это, значит, это отец его, а он Алексей Михайлович, Алексей Михайлович Московский. Вот он здесь на фотографии. То есть вот этих вот, вот от этих людях тоже надо собирать материал, потому что они как бы продолжение вот этой деревенской истории. Это та сила, которая в этих деревенских была, да? Она уже выливается вот в их внуков, правнуков. Кстати, его брат родной, его брат родной Алексея, Петр Михайлович, экономист, который полковник, работал тоже в Министерстве обороны, расследуя экономические преступления в этой сфере, был убит. То есть очень сильные люди, смелые люди, которые, память о которых нужно тоже сохранить. Вот такая история. Ну, а сам, вот, представьте, там у меня должен быть остров Московский. Это Екатерина, кстати, в которой я еще встречалась. Она умерла в центральном районе. Это вот она в молодости, когда была лидером комсомолии братской карты. Вот у меня были карты острова Московских. И Таня Матюра, рядышком пока. Наверное, там. Ну, вот, то есть очень интересные деревни, и на них надо собирать материалы, конечно, надо, чтобы люди знали, чтобы знали наши молодежи, вот, и наши земли, наши деревни. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует...